Финальная стадия. Овчаркин против Энтера. Пики, баны. Сначала играем первый пикает Овчаркин. Играем ЦПМ. Его карту 15 минут. Второй будет пикать Энтер. Точнее, баны. Вначале баны, потом пики. А, нет, вначале пики, да. Привет, Файерберг. Так, что-то там на сервере происходит. Давайте. Так, Овчаркин. Да. Овчаркин банит первый. Все, там. Просто небольшие уточнения были. Давайте поднимем щиты за тех, за кого болеем. Белоруссия, Россия. Противостояние, как старые добрые. Квейкон. Не помню точно, какого года. Напомню, что такое было. Итак. Первый бан от Овчаркина это Стомп. Стомп мы, к сожалению, вообще не увидели на турнире. А значит, что мы будем играть ее на варкапе. Далее банит у нас Сентер. Банит карту Апекс. Медиву пикает Овчаркин. ЦП. Первую карту мы увидим. Медиву в ЦП. 15 минут будем ее играть. И Энтер пикает Абидос. Остается у нас Трайхард. Финальная карта, если она вдруг понадобится. Давайте перейдем на сервер к игрокам. Ксильджен. Надеюсь, захваты не слетят. Надеюсь, все будет хорошо. Да, очень жаль, что мы не увидим Стомп. Да, какой бы успели зайти. Да. Все. Поехали. Удачи игрокам. Пусть победит на этой карте сильнейший. 15 минут стартанули. Итак, уже первый, кстати, финиш у нас был. Я немножко прозевал. Это Овчаркин 18.9 сделал. Просто изи для Овчаркина. Отличное. Пока что начало буквально даже минуты не прошло. И Овчаркин показывает невероятные результаты. 18.6 ставит. Перебивает себя. У Энтера по-прежнему, точнее, не по-прежнему, а также выглядит все очень быстро. Акса, стоп спайминг символов. Овчаркин. Хе-хе-хе. Овчаркин делает 17 секунд. Энтеру нужно немножко поднапрячься, потому что... Времени не так мало. Точнее, не времени не так много, на самом деле. 13 минут. За это время, если слишком сильно стараться, можно успеть выдохнуться. Да, у Энтера не совсем хорошо получается. Видно, что даже немножко начинает нервничать, как будто бы хотел делать ГБ, но без ГБ тут, в принципе, практически то же самое. Поэтому буквально на 100 упсов может разница, но это не критично, на самом деле. Хотя для ЦПМ это очень даже критично. Нифига, Энтерроуд мутит, офигеть. Овчаркин, давай тоже тащи 1400 на вылете у Энтера. Немножко поворот, он западил 1100. 12 минут остается, 17-7 по-прежнему у Овчаркина. Я Энтер пока что так и не финишировал карту. Напоминаю вам, что вы смотрите финал дуэльного турнира по дефрагу, первого в мире дуэльного турнира. Промакивается по кнопке там Овчаркин. И ребята борются за неплохой такой денежный приз. И посмотрим, кому, чем выдавать потом эти призы. Либо картошкой, либо обоями. Фейлит немного тут. Вчаркин и Энтер. Энтер по-прежнему так и не финишировал, к сожалению. Но роуты видно, видно, что роуты есть у обоих. Ребят буквально вместе сейчас проходят 1700 у Энтера скорости. Не сделал, по-моему, даблджамп. Или сделал. Вылетает сразу на пфгу, Энтер. Сейчас главное не зафейлить. 17. Аааа, фейлит, фейлит, фейлит. Фейлит. Немножко нервничает. Сейчас потренирует, да, да, да. Не надо, ни в коем случае нельзя нервничать. Все хорошо, Энтер. Привет, изи-фраг. Так, у овчаркина целых 1800 было на даблджампе. Вылетает он и юзает гранату. Получается затаймить. И бфк ничуть не хуже 17.7, 736 делает. Немножко буквально себя, но чуть-чуть перебивает. Энтер буквально ему дышит в спину. Не получаются некоторые моменты. Но 10 минут еще есть в запасе у игроков. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного в этом нет. Давайте поднимем, ребята, щиты за тех, за кого болеете. Поднимем, давайте, ставим двоечки за Энтера, пятерочки за овчаркина. Да, пожалуйста, изи-фраг. Обращайся, если что. 18.1, Энтер, да. 25. Опять, все валяются за всех 69. Ха-ха-ха, не лов. Так, овчарки на бфге. Главное не упустить важные повороты событий. 17.0 и 18.0 ставит. Ничего страшного. Время еще есть. И на самом деле при такой динамике кажется, что уже очень много времени прошло. А на самом деле прошло еще только 6 минут. Они за 6 минут успели столько раз пройти карту, столько раз перевернуть игру. Это столько раз все казалось просто невероятным. Просто нереально. Итак, Энтер поднимается. Не, не, да, 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 да. Да, получается залететь, но тайм, тайм, конечно, таймер немножко опаздывает. Не хотелось бы Энтеру, чтобы, наверное, таймер чуть-чуть пораньше был. Сердце за Энтера болит. За Овчаркина. Педигри. Дорожает. Так, Энтер отлично поднимается. Очень большая вертикальная скорость. Может сейчас здесь перевернут все, Энтер. Нет, нет, нет. К сожалению, не получается. 18.1 по-прежнему остается. 17.7 также у Овчаркина. Хотя он, по-моему, только что прошел карту, но нет, да, он не перебил. У Энтера, у Энтера меньше скорости, по-моему. Как-то Овчаркина больше скорости перед даблджампом, поэтому у него в перспективе тайм лучше. И тут, вот тут реально в финале встретились, как все и должно быть. Абсолютно равные скиллы. Разные стили игры, разные подходы, но... Так, Овчаркин может сейчас перебить себя с 744, стоит на фрейм, к сожалению. Приходит хуже. Так, отличная... Отличная вертикальная скорость от Энтера, но, к сожалению, немного не получается. 7 минут остается. Да, очень, очень напряженная... Очень напряженная игра. 7 минут остается, таймы по-прежнему такие же. Энтеру нужно как-то что-то сделать. Даже не знаю, не знаю даже, что ему поможет. Ему нужно получше владеть плазмоклимбами. Хотя у Энтера вроде бы не было никогда проблем с плазмой. Ну, у Овчаркина, тем не менее, какие-то более четкие углы. Очень много скорости у него удается получить. И Овчаркина финиша... Нет, фейлит, к сожалению. Но мог бы сейчас где-то около плюс 200 сделать. Энтер на даблджампе. На ключевом тоже, по-моему, также очень... Нет, скорости вроде недостаточно. Хотя хватает, хватает, чтобы сразу залететь. И финальная прямая 18.2, к сожалению, делает. Не хватает. Но у них есть... 5 минут практически остается. 17.2 делает Овчаркинг, перебивает себя на 400. А вот Энтеру нужно что-то в корне изменить, потому что разница роутов присутствует. Так, Энтер начинает делать... Плазмобуст. Нужно, нужно тут немножко запотеть, потому что... Разница очень много. 16! 16 делает! 16, и в чарке 16, и 8 ставит. Очень большая разница. Теперь в тайме нужно энтеру срочно что-то предпринимать, потому что времени остается совсем немного, 4 секунды. Точнее, 4 минуты. Но это пик овчаркина. И, как обычно бывает у профессионалов, у профессиональных игроков, каждый заберет свой пик, и на третьей карте все решится. Я надеюсь, что мы увидим с вами третью карту. Это будет просто потнейшая заруба. Отличная вертикальная скорость. Сейчас у энтера может сразу... Нет, не получается, к сожалению. Но роуты хороши. У обоих игроков роуты отличные. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но... Тем не менее, у овчаркина получается как-то намного все быстрее. 16,7 делает овчаркинг, перебивает себя еще на 100. 3 минуты остается. Энтеру сейчас будет очень тяжело вырывать обратно победу. Точнее, не обратно, а пытаться перевернуть немного игру. Да, next также будет вику 3, обидос. Энтер, по идее, должен свой пик также забирать. Энтер отказывается в итоге от буста, потому что получается нестабильно, и время на него тратить он решает нерентабельно. Овчаркинг вообще прямо сразу... Сразу с респауна вообще абсолютно нисколечки времени не теряет. Сразу же прыгает и делает буст. Офигеть. Просто сразу. Опа, пошел. Опа, пошел. Сразу. Опа, пошел. Опа, пошел. Так, 1700 на даблджампе. Очень много вертикальной скорости сейчас у Энтера. И такой, все получилось нормально. Остается 2 минуты. Остается всего лишь 2 минуты. Я думаю, Энтеру нужно потихоньку настраиваться на вторую карту, на следующую, на свой пик, потому что роутом Энтера он около 16 секунд только на БФГ бывает, а Овчаркинг уже 16,7 на финише. Но не знаю, не знаю, на самом деле, зная обоих игроков, я думаю, что нельзя недооценивать Энтера, и он может в любое время сейчас просто исполнить какую-нибудь грязь, просто взять и, не знаю, 15,9 сделать, кто знает. 16,8 делает Овчаркинг, не перебивает себя немножко. 1700 у Энтера перед даблджампом. Приходится ему еще скидывать немножко скорость. Очень много плазмы, мы слушаем, давайте. Потише немного сделаем. Да, времени не хватает, 30 секунд остается, это два чистых прохождения карты практически. Но уже все, Энтер на БФГ врезается, потому что, к сожалению, может быть еще немного улучшить свой тайм. Остается буквально секунд 15-10, и мы перейдем на вторую карту, в любом случае. Абидос. Будем играть физику в ЭКУ-3, 15 минут. И стоп. Что ж, первую карту вполне ожидаемо забирает Овчаркинг. 16,7, отличный результат. Энтер, 18,1. Кто не нажимает? Нет, это БФГ-3. Энтер не нажимает F1. Очень странно. Да, момент истины на самом деле. Главное не забыть заводать физику. Играем в ЭКУ-3, 15 минут. И поехали. Вторая карта, Абидос. В ЭКУ-3, стезя Энтера. Как мы можем видеть рядом с фиками-банами. Это его основная физика, которую он выбрал перед турниром. И Овчаркин использует гранату. Энтер же пытается залетать с ракет. И вот сейчас будет очень интересно на самом деле. Бустов здесь нету. Как Овчаркин будет справляться, непонятно. В ЭКУ-3 он играет, скорее всего, не так же хорошо, как и ЦПМ. А вот Энтер напротив, выбрав свою физику в ЭКУ-3 как основную, готовил, скорее всего, все карты как раз-таки для физики в ЭКУ-3. И давайте поднимем, поднимем плюсики за Энтера и восьмерочки за Овчаркина. Посмотрим, сколько нас. Энтер пытается отличный ролл сделать. Времени еще более чем достаточно. Никто пока что не прошел карту. Овчаркин добирается наверх. Пока что все нормально. Итак, Овчаркин уже почти на финише. Сейчас посмотрим, за сколько он проходит ее. 39,3. Да, Энтер исполняет некоторую грязь. Я до последнего молчал, ребят. Отличный 2Х ловит, заходит в телепорт и сейчас может случиться просто истина. Просто нужно Энтеру, просто нужно сделать свою стабильность, которую он всегда показывает и умеет показывать. Ему просто нужно сейчас стабильно это все дело исполнить. И отличные ракеты 37,8. Почти 2 секунды разница. Овчарка далеко позади остается. Но, но суть знаете в чем? Суть в том, что 12 минут у нас еще остается. Овчаркин мог сейчас Варпакт. Овчаркину сейчас будет не очень просто. И Энтер также может еще перебить свой тайм. Я более чем в этом уверен. Отличные также, опять же, ракеты Лови 21 секунды в телепорте. Отличная плазма. Так. И финиш Энтера 36,8. 36,8. На секунду, ровно на секунду себя перебивает. А, Ковчаркин на финише. 37,4 ставит. Акции Педигри понижаются. Да, к сожалению. Наши букмекеры говорят, что Педигри очень дешевеет. Жестко-жестко падает в цене. Никому становится неактуально. Все начинают покупать клавиатуры с большими кнопками. Энтер. Все хотят, чтобы у каждого Энтер был побольше. У кого больше, уже в Инстаграме вижу посты с хэштегами Энтер, живи. Расти мой Энтер. И вот это все. Все выкладывают, насколько у кого большой Энтер. И вот сейчас Энтер уже на ракете. Давайте за ним подробнее проследим. Овчаркин только-только подходит к этому месту. Отлично! Отличный двоих словит. Слишком высоко, по идее, подлетает. Заходит. Отлично в телепорт. Ай, не долетает немножко. Немножко совсем не хватает. Овчаркину уже намыло. Скорее всего, заспамили письма по увеличению Энтера. Потому что Педигри уже вообще почти в уценок. Продаю там просто 3 килограмма картохи всего лишь за пачку. 36,8. По-прежнему 37,4. Так, овчаркин на финише. И 37,1. 37,1 ставит. 300 всего лишь разница остается. Вот сейчас 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 просто момент истины на самом деле. Потому что остается у нас 9 минут. Нужно Энтеру сейчас подсобраться, перебить. Перебить себя, свой тайм, перебить свое лучшее время. Возможно даже поставить какое-то свое лучшее время из онлайна, да. Отличные ракеты ловит, но этого мало. 8 минут у нас остается. И на самом деле я не знаю, у меня даже дар речи немного отнимается, потому что у них разница просто к носу. Это ладно, на первой карте было понятно, что на первой карте было понятно, что пес с таким отрывом овчаркин скорее всего уже победил. Но тут тут они прямо нос к носу идут, 7 минут остается и на самом деле время тянется просто невероятно как тянется. кажется, что прошло там кажется, что прошло очень много времени, но на самом деле буквально минуты проходят, минуты длиться как часы. И да, на этой карте точно такая же разница роутов присутствует, безусловно. Потому что стили игроков разные и очевидно, что и роуты будут различаться именно под стиль каждого игрока. Допустим, у овчаркина стиль это ЦПМ. Овчаркин говорит мои бусты круче твоих. А Энтер говорит мне насрать, я играю в АКУ-3. Энтер говорит смотри какой у меня Энтер. Овчаркин говорит смотри я корм рассыпал и пошел собирать его. Пока что все те же 300 разница. Отличный ракета ловит Энтер заходит телепорт давайте за ним проследим отличный гринаджам и момент истины нет нет а да перебивает перебивает на 200 сохраняет точнее да сохраняет преимущество и немножечко убегает от Овчаркина теперь уже разница в 500 полсекунды нужно Овчаркину где-то достать чтобы перебить Энтера а Энтеру лучше всего еще перебить потому что 5 минут это очень много так так овчаркин на финише давайте за ним проследим аааа не попадает не попадает не попадает на финиш как же так Овчаркин 5 минут остается у нас очень очень плотная карта очень плотная я на самом деле очень хочу посмотреть зарубу третьей карты на которой все решится да там было 37 но все равно морально на самом деле Тефраг это игра нервов просто вот небольшой небольшой такой экскурс как бы да Дефраг это игра нервов и морали по идее потому что если вот у вас не получился какой-то прыжочек он у вас не получился второй раз ну третий ну типа казалось бы фигня получится в следующий но нет нет когда если ну в самой игре непосредственно так 37.11 ставит овчаркин по-моему точно такой же тай в ноль приходит на самом деле интересно потом ты начинаешь думать что как же мне ой это сейчас мог перебить очень классно мог сделать тайм на самом деле это очень бьет по морали ты начинаешь думать не в целом про карту а именно про вот этот прыжок который у тебя не получается и потом а потом у тебя вообще ничего не получается ты начинаешь думать об этом прыжке ты его фейлишь и когда он у тебя получается ты уже не можешь сконцентрироваться на всю остальную карту в общем это игра прямо вот психология по идее добавок к тому что здесь очень много микромеханики и это может быть выглядит все простенько но здесь все очень тоненько все очень на тоненьком играется так что ну кто хочет подробнее переходите ко мне на стримы конечно же twitch.tv twitch.tv slash вудах если что скиньте ссылку в чат очень много играем дефраг обучаем и так далее третий раунд будет да в обеих физиках остается у нас 2 минуты ну чуть менее трех третий раунд будет в обоих физиках да спасибо пус не некоторые моменты выглядят просто ну то есть понятно что вряд ли вот эта карта выглядит просто но спасибо мохнатка очень приятно мохнатка почему ты не помогаешь своему носителю акции педигри почти бесплатно сейчас будут раздавать вообще свои корма а клавиатуры превратятся в один сплошной большой энтер так остается 2 минуты разница у игроков полсекунды овчаркин 23 секунды заходит на самом деле овчаркин не самый быстрый финиш хотя моментами конечно да я думаю энтер потом пересмотрит эту дуэль хе-хе-хе собачь принято минута 40 остается у нас я не знаю я не могу уже дождаться я хочу третью карту я хочу посмотреть третью карту уже это такая заруба жесткая это у нас первый раз третья карта решающая выходит отличные ракеты делает энтер с сожалению не получается залететь минута остается овчаркин фейлит плазмоклим не получается энтер выжидает энтер такой типа это шпион да ну все правильно конечно все верно абсолютно все верно третья карта будет обе физики по 10 минут первая физика будет цпм а вторая выкутри 40 секунд остается энтер энтер буквально на финише 36.4 ставит овчаркин и сейчас энтер просто под конец может перебить его что что происходит энтер энтер нет 20 секунд остается разница разница буквально в 200 овчаркин просто встал просто встал жесть все время кончилось по идее да ну посмотрим 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 энтером безусловно вот вот они заветные 35.8 но уже к сожалению поздно прошло слишком много времени с окончания таймера да очень жаль очень жаль энтер не знаю либо пусть носв разрешает эту проблему прошло так то сколько сколько прошло середины рано да тайм кончился 43 было и 57 разрешаете проблему ну да судя по всему да ох ребята ребята да ну как бы мы не хотели на приз зрительских симпатий ну и в общем-то окей не мы и квалификационные онлайн капы тоже ровно по таймеру заканчивали поэтому давайте ребят посерьезнее сейчас бы с фарсу сравнивать я не знаю нос я предлагаю все-таки пойти на уступку потому что реально на середине рано был энтер он не начинал он не начинал сразу после конца таймера я предлагаю все-таки третью карту потому что он середина рана была в натуре когда кончился таймер овчаркин сам говорит давайте окей давайте не реально если овчаркинг согласен на третью давайте третью все давайте так сделаем другое дело если бы пес говорил что без третий что все я выиграл и так далее окей все это да это будет более более честно если овчаркин согласен тем более что энтер начинал проходить не после таймера не после его окончания он во время его прохождения таймер закончился все да овчаркин красавчик акции педигри взлетели просто в 10 раз но так как они были уже понижены к нулю к сожалению они столько же остались потому что 0 умножаем на 10 и остается 0 но тем менее да овчаркину огромный респектуси меняем физику скорее всего на цпм да да мы правила поправим безусловно так где у меня мышка потерялась так играем 10 минут цпм 10 минут вк3 все время пошло физику поменяли энтер уже стартанул овчаркин соображает первая физика цпм и давайте посмотрим нет на самом деле это более честно то есть в отношении именно игроков правило же в любом случае для того чтобы нарушать и у нас по-моему не написано что раунд заканчивается ровно по таймеру да но сервера то вырубать по таймеру ну нет я считаю что это вполне нормально я онлайн кап также ждал пока люди некоторые пройдут но квалификации у нас были ровно по таймеру ничего страшного мы если что потом договоримся и так enter проходит основной рубеж 2000 под себя почти даже да ладно что 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 ты делаешь что что просто что происходит боже офигеть вот это роты вот это я понимаю так так давайте посмотрим за овчаркин 1100 отличный гб по крайней мере вот утифути по-моему ни разу так не получалось и отлично плазма клим 1600 1900 на вылете 200 также 2200 и падает к сожалению вниз зерк орет по любому поводу я ору только по делу давай с этого начнем или ты зерка защищаешь тогда бан димон димон дай бан дам это решил просто хотя бы пройти это верное решение у нас все-таки по 10 минут на каждую физику и эндер сейчас должен по идее финишировать фейлик сожжению плазма джам точнее плазма гб и тихонечко здесь пройдет да все все верно 586 ставит делает лид ну и в общем-то так находится буквально на одном этапе сейчас оба рк 6 минут у нас остается 1100 отличный гб 1300 у овчаркина отличный плазмоклим по скорости примерно одинаково даже идут по скорости вообще невероятно давай ааа энтер не нервничай видно видно сразу энтер нервничай но я заверяю тебя энтер нервничать не надо как и овчаркин овчаркин тоже очень много нервничает говорит что там валидолов закидывается возможно этот этот же самый валидол ему сейчас поможет в этом деле но роут просто роут и просто у пацанов офигенные так 200 овчаркина вылетает все все очень хорошо пока что получается овчаркина находится на финише и 49 и 3 финиширует 50 и 0 делает энтер отвечает просто просто спину друг другу дышат буквально 700 у них разница скиньте мне в личку клип я потом скачаю на ютубе сделаем нарезку из мих аааааа 5 минут у нас остается половина раунда прошло напоминаю всем кто только что подключился либо не в курсе либо забыл вдруг вдруг у кого-то этот склероз Это у нас третья финальная карта Финала Defrag Duel Cup 2018 года И Сейчас решается Кто унесет Звание лучшего Дуэлянта, лучшего Индивидуального скилла Потому что это все-таки не до ФВЦ Тут у игроков На самом деле выявляется Свой реальный скилл, потому что У них есть всего неделя, чтобы задрочить Вот эти 8 карт С учетом пиков банов, с учетом непредвиденных Обстоятельств и так далее Они всего неделю играли эти карты Задрачивали, искали на них Роуты, пытались их все Отточить, чтобы более-менее удачно Проходить каждый раз И вот В момент истины На самой дуэли они показывают Свои результаты Энтер пересекает телепорт Можно сказать, что это основной рубеж Как я обычно и говорю Так, очень много скорости Тут у Энтера взлетает телепорт 2 200 Что просто Это нереально Причем да, в 2 физики Эх, обидно Немножко не долетает за центр Просто офигеть Да, добавь Поправь на обидосе Таймер там 35.8 У Энтера Остается 3 минуты И Таймы по-прежнему спина в спину Бок в бок Там, руку за руку Да, или как там Фрейм за фрейм Держится просто таймы И Овчаркин сейчас На финальном рубеже Фейли трокет джамп Не получается Начинает заново Энтер Давайте посмотрим за ним Что нам покажет Иван Дмитриевич Да, тут к сожалению Немного не хватает Энтер 2 минуты остается Для ЦПМ физики Нужно Нужно поторопиться Нужно что-то предпринимать Не так много времени На самом деле Давайте посмотрим за Овчаркин Он Пересекает центр карты Вылетает Как-то так У него Минус 200 скорости По-моему Сбросилось Делает неплохой Рокоджамп Но этого недостаточно Нужно больше скорости Давай Не получается У Энтера тут Буквально Буквально 700 Не хватает Энтеру Полторы минуты Времени Остается Очень Мало Времени Очень Мало Времени Энтер Сейчас Ближе всего К финишу Давайте за ним Посмотрим Пересекатель Порт А и физика Основная физика Энтер Это конечно же Ваку3 И возможно Давай я вчеркин Давай Зачем ты Нажал Килл Не знаю Может быть случайно Или может быть Видел что Не та скорость Которую ему Нужна На самом деле Старт У Тутифрути Пока самый быстрый Из того что я видел Он сразу там Перелетал Так 30 секунд Остается По таймеру Давай Хопа Так Энтер Последняя попытка Для Энтера Не получается Все Скорее всего Не успеет Овчаркин Также падает Начинают оба Да 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 Все Не успевают По идее Ребята И будем Менять физику Дождемся Таймер Чтобы все Все по таймеру Все по таймеру Может быть Не совсем Прямо все Энтер Не Энтер Тут Не вариант Протан Извини Почему Почему Новые правила Обновляем Таймер 10 минут Поехали Выку Три физика Основная физика Для Энтера Смена Смена физики Это не смена Карты Это не заканчивание Дуэли Не Не Нет Ничего не так же Итак Плетутся 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 Ребятушки По сравнению С ЦП Динамикой Да Видно сразу Что Не так все быстро Становится И Энтер Видим мы Что у него есть Результаты Будут По сумме Таймов Разных Физик Так Овчаркин Пересек Центральный Рубеж Грубо говоря Это Решающая Карта Овчаркин Фейлит Но Тем не менее В любом случае Будет проходить До конца А Энтер Досадно Фейлит И Овчаркин Сейчас А Не долетает Не долетает До финиша Нет У него Не осталось Ракеты Минута Двадцать Делает Овчаркин И Хот Энтера Ого Вот это Роут Энтера Интересно Скачи Так Овчаркин На начале Давайте Сконцентрируемся На Энтере Который Вылетает Карты Энтер Сказал Не хочу Так жить И Вылетит С карты Окей Ничего страшного А в чарте Сейчас Более Близо К финишу Давайте Посмотрим За ним Остается Семь минут В принципе Времени Еще Более Чем Достаточно Я Сам Тут же Новая Доля Сижу Что за Фигня Вообще Так Так Оба Оба Игрокам На одном Месте Грубо говоря По разным Сторонам Единственное Они идут Минута Десять Делает Овчаркин И Энтер Минута Одиннадцать Ааа Вплотную Просто Вплотную Друг к другу Идут Пять минут Остается Одиннадцать Просто 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 Жесть Просто Жесть Энтер Сейчас Ближе Всех К финишу Давайте За ним На нем Сконцентрируемся Пять минут Он остается Выходит В телепорт Отличный Рокеджамп Набирает Нужную скорость Отличный Плазмоклимп Ха Суже Я рот Открыл Ха Энтер На финише Буквально Немножко Его Отделяет От Лидирования И Получается Рокеджамп Минута Девять Делает Энтер Целая Секунда Разницы Но Овчаркин Тоже Уже На финише Минута Девять И девять Ааа Девятьсот Разница В девятьсот Ааа Что за Под Что за Под Я когда Смотрел Этот Дуэльный Был В куче А в 200 Даже Не Не Девятьсот Вы что А в 200 Да Получается Да Если на 7 Да Я когда Смотрел Дуэльный Где Кулер С Раф И Финале Я так Не Нервничал Как Здесь Жесть Так Овчаркин На Середине Карты Отличную Скорость Набирает Так Овчаркин На Финише Минута 0.08 Ставит Так Эндер Также На Финише Но Он По Таймингам Где-то На Секунду Эндер Отстает Не Хватает Не Хватает Эндеру Не Успевает Он Сам Это Прекрасно Видит Две Минуты Остается Это На Тя Надавливает Когда Ты Свою Мапу Выпускаешь В Область Живота Над Виль Так Отличная Скорость Уэнтера 40 секунд При Выходе 1800 2 Никто Ни На Кого Не Давил Я Об Эндер Хочу Сказать Так Уэнтера Отличный Пока что Результаты Минуту 07 И 6 Ставит Секунда Разница Я даже Замолчал Потому что Это нереально Тяжело Комментировать Когда ты Реально Сопереживаешь Каждому Из Огроков Это Очень Жестко Хова Разница 1 И 1 Итого 400 Плюс Остается Минута Времени Дожидаемся После Таймеров Дожидаемся Окончания Ранов Меньше Минуты Остается Все По идее Все Не успевает 50 секунд Последние Последние Прохождения Последние Прохождения Игроков Овчарки Нервничает У него Мышка Из рук Выскальзывает Они Идут Они Рядом Идут Друг 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 Прыгают Они Рядом Идут Это Самый Эпичный Финал Что Уже За Жесть Таймер 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 Кончился Все Последние Последние Овчаркин Идут Идут Овчаркин Не успевает звоните скорую жизнь что за это что за финал такой а просто офигеть просто 6 я не знаю ребята по итогу оказался сильнее оказался сильнее enter по итогам ничего нигде не куплено ничего ником ни на кого нигде не давил овчаркину огромнейший респект то что он согласился на третью карту потому что по идее правильнее естественно не прерывать игрока во время рана как правильно написал собачья мохнатка по моему что это у нас как летящий мяч в корзину баскетболе пусть в любом случае каждый остается при своем мнении enter победитель и давайте наверно зайдем в сетку еще раз обратимся к ней крадимой и по местам у нас по местам нас первое место занимает enter второе овчаркин третье тути фрути и четвертое шторм такие вот делишки и